2016 год оказался богатым на различные события, не только в мире, но и в Клину. И нам точно есть что вспомнить и хочется одно мероприятие выделить сразу. Мы вместе со всей страной очень масштабно отметили 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И по традиции многие клинчане приняли участие в параде, возложили цветы к вечному огню и почтили память павших героев в этой жуткой войне. И это празднование можно 100% назвать самым значимым и масштабным для нашего города. Но далее я буду говорить про немного другие мероприятия и 9 мая я хочу вынести сразу, ну так сказать, за скобки. Ну что, поехали! На 5 место, но так как наш город все-таки звучит, я поставлю сразу два события. Это традиционный для рок-клуба концерт «Я остаюсь, чтобы жить» и финал конкурса «Кроки Баттл 2016». И если в рок-клубе на протяжении многих лет вспоминают музыкантов, которые ушли из жизни, и этот концерт уже давно стал традиционным для клинских любителей тяжелой музыки, а вот «Кроки Баттл» как раз наоборот, нужен для того, чтобы клинские талантливые исполнители заявили о себе и пройдя отборочные этапы, несколько непростых заданий на финальном концерте, доказали, что именно их голосом должен звучать наш город. И в этом году победительницей стала Олеся Коломина. Именно она поразила всех присутствующих в зале, и члены жюри в своем выборе были единогласны. На 4 место я смело ставлю КВН в кляну, ну а вернее рост интереса в нашем городе к этой юмористической игре. Этот рост отчетливо можно проследить через число команд, которые принимают участие в сезоне открытой Клинской лиги КВН, а я напомню их аж 8. Также в КВН все активнее играют школьники, многие из которых сначала приходят на школу КВН, а ведь она уже 2 года подряд проводится в стекольном, а потом их просто за уши не оттащишь. И в 2016 году КВНщики сыграли порядка 10 игр, если брать в расчет летний и школьный кубок. И от наших клинских юмористов на играх вы никогда не услышите подобной фразы. Ну как бы шуток нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А КВНовский сезон в Клину продолжится и в новом году, и первая игра состоится 25 февраля. И давайте сделаем ребятам небольшой подарок и просто возьмем и всем городом придем на игру. Вам не сложно, им приятно. А бронзу нашего топа получают сразу 2 мероприятия. Это международный день танца и фестиваль сцена. Причем, когда проводился день танца, казалось, что большее количество танцующих людей в стекольном вряд ли получится собрать. Но сцена перевернула все с ног на голову. По примерным подсчетам в стекле 20 ноября удалось собрать около 250 танцоров. Ну а если приплюсовать сюда друзей и родственников, то получается где-то 500 человек. И это является абсолютным рекордом посещаемости. И для того, чтобы показать все разнообразие жанров танца, понадобилось 20 коллективов со всего Клинского района. А вот международный день танца делает основной упор на хореографов. Тут они и танцуют в совместных номерах, и участвуют в различных шуточных конкурсах. И эти два танцевальных события однозначно запомнились многим. И поэтому по праву занимают третью строчку. Ну а второе место однозначно получает Мисс и Мистер Клин 2016. И на мой взгляд оба мероприятия получились действительно очень красочными и интересными. Да и проходили они в одинаковой стилистике самого молодежного телеканала на свете ТНТ. Напомню, что в этом году за право называться самым красивым и талантливым парнем в Клину боролись 8 претендентов. И самым достойным, по мнению жюри, оказался высоковчанин Никита Кучихидзе. И в аналогичном, но только женском состязании из 8 девушек жюри выбрала Татьяну Лаврентьеву. И судя по бурному потоку различных комментариев, ну которые остаются в социальных сетях после таких мероприятий, можно с уверенностью сказать, что конкурсы красоты просто необходимы для нашего города. И очень хочется призвать в них поучаствовать тех людей, которые пишут различные гадости в комментарии по поводу внешности. Ну раз вы лучше, так приходите и докажите это. Ну а первое место безоговорочно забирает себе празднование нашего любимого города. На 699 лет мы погуляли очень шумно и весело. День города, если кто забыл, проходил 27 августа и вся движуха началась с утра в сквере Афанасьева, где можно было встретиться с различными писателями, поучаствовать в викторинах. Далее все продолжилось в Сестрорецком парке, но основные события ждали клинчан у Ледового дворца, где проходили и фестиваль красок холи, и танцевальная лотерея, и, конечно же, вечерний концерт, в котором приняли участие звезды российской эстрады Чичерина и Елена Темникова. И с днем города, конечно, трудно тягаться с другим клинским событием, и поэтому нам остается только с нетерпением ждать 700-летия нашего города. И, составляя этот топ, я отталкивался не только от внутренних ощущений, но и от отзывов, которые слышал от присутствующих людей на этих мероприятиях. Что ж, будем надеяться, что будущий год принесет нам еще более яркие концерты, эмоции и драйв. Всех с Новым Годом!